Нашу современную жизнь невозможно представить без информационных технологий. Они выполняют особую значимость во всех сферах. Возможно, из-за этого изучение программирования считается одним из востребованных направлений у молодежи. О том, какие профессии в IT-сфере популярны в нашей республике и многое другое, расскажет директор филиала Академии ТОП в Черкесске Елена Чернеева. Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, насколько IT-сфера программирования востребована в современном обществе? На самом деле, сегодня любая профессия сопровождается информационными системами. Будь то медицина, строительство, сфера сельского хозяйства, абсолютно каждая отрасль зависит от применения каких-то программных комплексов и средств. Все инновационные технологии, которые создаются сегодня, все сопровождается использованием компьютерных программ. Поэтому абсолютно каждому ребенку, даже сегодня уже начиная с детства, очень важно изучать именно компьютер со стороны его максимально эффективного полезного использования. Расскажите, какие профессии в IT-сфере популярны именно в нашей республике? Смотрите, если мы говорим про подрастающее поколение, дети-подростки, и конкретно в разрезе нашей республики, то начну с того, что мы сейчас проводим громадную работу по профориентации. Почему мы это делаем? Потому что нашей стране нужны программисты. Потому что в нашей республике немножечко, пока еще недостаточно, все понимают, что это очень перспективно и очень важно в современном нашем мире. Именно поэтому мы проводим большую работу, мы проводим IT-конференции с участием Министерства цифрового развития, с участием Министерства образования. Совместно мы проводим именно профориентацию детей и школьников, и подростков. Самым популярным, наверное, все-таки сейчас является программист в разрезе создания сайтов. Это очень короткий путь, когда можно начать зарабатывать деньги. Если посмотреть на госсектор, то там больше требуются системные администраторы. Но системные администраторы – это профессия, которая не очень нравится молодым людям. Принтер, наладить печать, создать сеть или распаковать программу с флешки или из облака поставить. Но тут не надо иметь симпиадий во лбу и учиться на программистах. И айтишника, да, чтобы этим заниматься. Очевидно, точно могу сказать, что мы находимся на первой ступени нашего развития. И я, как говорю всем нашим детям, подросткам, которые у нас учатся, ребята, мы взорвем республику. У нас будут летать машины, в Новосибирске же создали, почему мы не можем создать. Мы создадим и роботов, мы умеем привлекать инвестиции, мы всему научимся и все будем делать. Будущее привлекает. Да, поэтому, когда к нам приходят семьи и с родителями, и дети, мы хотим показать весь горизонт возможностей. Ну, вы проводите профориентационные встречи с детьми нашими. Насколько они заинтересованы и какие вопросы задают? Я вам так скажу. В большинстве случаев заинтересованы дети, но родители не очень понимают, что это нечто современное. Да, дети играют. Да, когда мы говорим, что дети почему играют? Ведь компьютерные игры, гаджеты, телефон – это боль сегодняшних родителей. Потому что все наше поколение, рожденное после 2000-х годов, – это дети, которые рождены в цифровизации. В силу того, что они ничего не умеют больше пока что делать, они играют. А мы говорим так. Так, а вы же играете? Играете. А в какие игры играете? А вы знаете, кто эти игры создает вообще? А почему игр так много? Надо сказать, что в этом году, очевидно, точно, вот мы проводим же профориентацию, очень многие дети уже знают, что игры создают программисты, разработчики, айтишники. Некоторые еще, да, не знают, не догадывались и так далее. То есть мы доносим до всех, кто же это все-таки создает. И мы говорим так. Ребят, играть любите? А давайте пробовать создавать. Зачем вам тратить свое время? Зачем вам тратить свое здоровье? Давайте мы вас научим, и мы будем создавать. Айтишники ведь хорошо зарабатывают, отлично зарабатывают. Давайте будем это делать. Главный стимул – деньги. К сожалению или к счастью для нашего общества, да, без них никуда. А вот скажите, пожалуйста, почему нужно изучать язык программирования с детства? Что он дает? Какие возможности, горизонты? Вы отчасти уже ответили на этот вопрос. Ну вот смотрите, если брать, например, детскую программу, да, язык программирования питон. Очень популярный на сегодняшний день, он не очень сложный, и да, он у нас есть в детской программе. Почему его важно изучать? Во-первых, потому что на нем строится экзамен ЕГЭ. Тоже как немаловажный фактор. Сказала бы, важно, особенно ближе к десятому классу. Да. Вообще, почему интересно, я бы сказала, и важно изучать язык программирования, потому что он формирует логическое мышление. Поняв, как вообще в принципе работает хотя бы один язык программирования, вот вникнув, да, и почему мы делаем это на примере питона, потому что он несложный. То есть у ребенка, когда складывается логика, как это все работает, в дальнейшем со взрослением ему будет не очень сложно разобраться и в других языках программирования. Ведь их на сегодняшний день много, а много именно современных, не Pascal, не BASIC, а именно современные языки программирования, на которых сегодня пишутся программы, создаются мобильные приложения. Какие программы и технологии нужно использовать, чтобы добиться успеха в IT-сфере? Смотрите, если мы будем прям все программы перечислять, да, это будет прям долго. Очень много, да? Да. Или нет конкретно каких-то программ? Я сейчас расскажу вот вкратце, например, почему в принципе наша программа, вот если брать детей, да, она комплексная. В нее включены все современные IT-направления, начиная с 3D-моделирования и заканчивая большой полномасштабной собственной игрой. Игра та, которую ребенок уже может выпустить в рынок, и это будет его первым стартапом. По пути, значит, всей этой программы мы делаем, создаем сайты, создаем мобильные приложения, конструируем, программируем роботов. То есть не скажу вам конкретно про программы, потому что три уровня сложности, три разных уровня вот именно программных комплексов. И получается, что несколько языков программирования в том числе, и у ребенка как профориентационный курс. Это можно сравнить, как будто бы ребенок ходит в музыкальную школу. Вот он ходит в музыкальную школу образно там 5-7 лет, да, понятно, у нас не прям так долго, но он получает базовые знания, например, вот в музыке. У нас тоже базовые, фундаментальные знания в IT-сфере. Такие, когда ребенок заканчивает школу, они у него есть, и он точно понимает, исходя из того, что программа в себе несет и программирование, и графический дизайн, а это очень важно, дети получают профориентацию. Программи широкого смысла и применения может реализовать себя не только в нашей республике. Ну, как я говорю, ребят, не спешите уезжать с нашей родной республики. Человек, где родился, там и пригодился, да. IT-профессия, она такая интересная, вы можете быть в родных стенах, в родной семье, поехать в Архиз, в Донбай, взять с собой ноутбук и интернет и работать в любую точку мира. Много талантливых деток, со взрослыми, к сожалению, не так все прогрессивно, как с детьми. Вот, кстати, я хотела задать вопрос с детьми, все понятно, им интересно, в форме игры, они хотят пополнить свою копилку знаний. А вот со взрослыми, вот я, например, в своем возрасте хочу изучить язык программированный. Насколько это сложно, можно ли меня вообще к чему-то подвести к такому? Я прям призываю не бояться, очень призываю. Почему? Потому что взрослые у нас где-то затаились, они думают, что мы как-то по старинке живем, где-то там компьютер, он вроде бы есть, сейчас я позову системного администратора, он мне тут быстренько что-то поможет сделать. Есть, да. Да. И взрослые очень тяжело принимают решение пойти учиться. А учиться никогда не поздно. Все возможно. Нет ничего невозможного абсолютно любому человеку. Главное желание и стремление что-то поменять в своей жизни. Какие советы вы можете дать начинающим программистам, которые еще сомневаются, пойдут ли они дальше учиться или же работать в этой сфере после первой неудачи, к примеру, или еще? Всегда говорим всем, и нашим детям, и нашим взрослым. Во-первых, никогда не сдаваться. Абсолютно у каждого человека строится свой путь. Свой путь через ошибки. Все ошибаются. Не ошибается тот, кто не работает и ничего не делает. Ошибаются все. Когда ты что-то начинаешь делать, и у тебя сразу это не получается, но ты находишь в себе силы, находишь в себе разумные решения, как надо сделать так, чтобы это получилось. И потом у тебя получается то, что ты задумал, и ты сидишь и думаешь, я мощь, я смог, я гигант. Скажите, какие тенденции в мире программирования вы видите в будущем? Очень много роботов уже сегодня есть в нашей жизни, которые помогают человеку. А почему робототехника развивается? Ну, потому что двигатель прогресса – это же человеческая лень, да? Но тут я всегда защищаю нас людей и говорю, что мы хотим немножечко дольше сохраниться, поэтому мы себе позволяем придумывать какие-то интересные вещи, которые нам помогают даже в быту. Вот. А к нам в жизнь приходят новые технологии, новые знания, и поэтому мир робототехники, он не остановится никогда. И опять повторюсь, у нас будут летать машины. Но я не верю в то, что когда-то наступит, как в плохом американском кино, когда роботы что-то там захватили человечество, да? Ну, нет. Всем управляет человек. Человека по его умственным способностям никогда не обгонит ни одна машина, потому что машину тоже создаёт человек. Вот. Быть на уровне искусственного интеллекта, опять-таки же, если говорить про то, почему надо изучать IT-программы, да? Потому что искусственный интеллект наступает на пятки, его будут развивать, и надо так, чтобы дети знали, что это такое, умели пользоваться, умели пользоваться в хороших целях. В общем, с ним надо осторожно. Я полностью согласна с вами, осторожно, но всё равно мы умнее, и ещё у нас есть душа. Это самое главное. А скажите, пожалуйста, заключение о ваших планах по развитию IT-сферы. На самом деле, если брать конкретно Академию ТОП, филиал в нашем городе, да, большая организация, мы филиальная сеть, и в планах у нас открыть общеобразовательную школу с углублённым изучением английского языка и как раз IT-технологий. То есть уже в школьном формате вместе с общеобразовательными предметами мы даём детям много вот таких вот интенсивных, современных, интересных предметов. Даже могу немножечко похвастаться. У нас есть вот такая вот награда. Лучший филиал, а, ну да. Лучший филиал, да, 22-го года открытия. Оценили. Важно, когда ценят. Да, исходя из того, что мы на самом деле в маленьком городе живём, но у нас всё очень круто получается. Елена Владимировна, интересная беседа на самом деле получилась, позитивная, с хорошим таким амбициозным настроем. И настрой этот на самом деле важен, потому что это наше будущее, будущее, наши дети, дети, которые будут развиваться и обучаться. И машины будут летать. Это очень интересно. Желаю воплотить планы в жизнь. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...